Привет тебе, Тэна! Твоя алчность снова привела тебя сюда. В этом ролике мы продолжим описание способов заработка платины. В прошлом видео я рассказывал о том, как добывается прайм-хлам и что его легко можно продать. Легкая продажа говорит о том, что он кому-то нужен. Продав кучу паков, молодые Тэна задаются вопросом, а зачем? В нашей игре есть персонаж по имени Барро. Это торговец, который прилетает на реле раз в две недели. Привозит он прайм-моды и оружие, которая можно продавать, ну и кое-какую косметику, которая вне темы видео. Оплачивать все это надо кредитами и теми дукатами, которые есть в хламе. Дукаты можно получить в любом реле в любое время, воспользовавшись дукатным киоском. В нем можно обменять любую прайм-часть или любой прайм-чертеж. Например, сейчас у меня есть лишние чертежи на миссу, и я поменяю их на дукаты. Причина легкой продажи хлама как раз в том, что игроки не хотят фармить хлам, но хотят получить плюшки, когда этот торговец появляется. Особую ценность добавляет то, что ассортимент у торговцев всегда разный. Да, повторы бывают, но с очень длительными интервалами. А иногда он привозит совсем новые пушки или моды, что может стать дополнительным стимулом для желания получить. Если же кредитная история позволяет, то можно отложить хлам, тот который фармили ранее, до прилета бара и купить у него какой-нибудь товар для продажи. Давайте посчитаем. Возьмем те же данные, что были в первом ролике. Если вы его не видели, то обязательно посмотрите. У нас было 100 заходов, из которых мы получаем в среднем 33 бронзовых, 8 золотых, 59 серебряных частей. Пересчитав на дукаты, получим 3950 дукатов. В идеальных условиях на 100 заходов мы тратим 4 часа 10 минут. Но, как мы помним, в реальных условиях времени уходит примерно в 2 раза больше. Тут я позволю себе округлить до простоты расчетов. 4000 дукатов и 8 часов времени. Для примера возьмем оружие за 500 дукатов. Это средняя цена оружия этого торговца. Например, парные гремлины. За 4000 дукатов мы можем взять 8 пушек. Это значит 8 пушек за 8 часов. Соотношение 1 к 1. Бара прилетает на 2 дня. Цена, пока бара на месте, где-то 35-45 платины. Когда бара улетает, цена около 45 в первое время. И дальше растет, пока он не привезет эту же пушку заново. Тут я советую исследовать ассортимент, который привез торговец, соотношение дукатов к цене и выбирать оптимальное. На момент записи ролика бара как раз был у нас. Прайм модов он не привез, но привез 2 пушки из старого ассортимента. Очень хороший наглядный пример. Тетра за 400 дукатов. Цена на маркете от 40 платины. И волкар за 450 дукатов. Цена на маркете от 35 платины. Даже если продавать все это сразу, пока торговец еще здесь, то заработок за каждый час, поведенный на фарме хлама, будет варьироваться от 35 до 50 платины. Далее мы поговорим о модах. Прайм версии модов, как было сказано ранее, привозят бара раз в 2 недели. Потому расчет тот же, отношение дукатов к стоимости. Что касается не прайм модов, по моему мнению, торг ими не самое прибыльное занятие. Опыта тут у меня немного, а тот, который есть, меня не устроил по соотношению потраченного времени и полученной платины. Тем не менее, могу рассказать пару мелочей. Моды, которые имеют 10 уровней прокачки, серьезно прибавляют в цене, когда полностью прокачены. Обычно разница больше на 100 платины для прайм модов и примерно на 80 для редких. Те моды, у которых менее 10 уровней прокачки, также немного дороже непрокаченных. Но тут разница уже не так велика. Обратите внимание, хотел бы на моду из руин. Стоящие моды имеют цену около 15 платин. Шанс получить стоящий мод, а не дешевый, примерно 1 к 3. Время, которое вы потратите на миссию захвата, около 5 минут, с учетом поиска комнат. Но есть нюанс. Комната открывается ключом, который уменьшает характеристику фрейма. Таких ключа 4 типа. Можно, конечно, нацепить на себя все 4 ключа, но для неопытного игрока это может существенно усложнить миссию. А как следствие, время и на нее. Поэтому лучше группой. Если все пойдет хорошо, то получите товара на 15 платины за 15 минут. Ну, как всегда, реальные условия. И выходит примерно 30 платины в час. Можно также отметить редкие моды, вроде секретов предвестника. Добыть их можно либо с заказов на Цетусе, либо с сотрясателей. Цена сейчас около 30 платины, но шансы удручают. Меньше 2% сотрясателя и 2 ротации на заказе в 2 и в 4% соответственно. На сотрясателя у меня уйдет не больше 5 минут, но для низкорангового игрока это может очень сильно затянуться. Заказ тоже не для новичков, но там хотя бы может помочь группа. В среднем потребуется убить около 50 сотрясателей. Займет это 250 минут. В идеальных условиях. Если учесть тот факт, что ночью они не появляются, и плюс добавить время на поиск, то реальное время может увеличиться весьма значительно. А оно и в расчетах-то так себе. На выполнение заказов уйдет чуть меньше времени, но шансы где-то 1 к 16. 16 заказов где-то по 15 минут. Итогом выйдет 240 минут. Разница в расчетах небольшая, но заказы есть и днем, и ночью, и никого искать не надо. Однако, может случиться так, что в ротации заказов этого мода не будет. Еще из модов я мог бы отметить растущую мощь. Еще не так давно я продавал их по 50, но сейчас цена упала почти вдвое. Сам процесс фарма быстр, и в правильной пати мы получали примерно 1 мод за 2 захода. Занимало это минут по 5. Проблема в том, что для вызова спектра, с которого оно падает, нужна фиговина под названием опутик, который делается из набора трав. И собирать эти травы придется, наверное, около часа. Хотя точное время я не засекал. В целом, я бы брал из расчета где-то 30 платины за 1 час 10 минут. Есть еще куча модов, которые чего-нибудь достоят. Но разбирать я их тут не стану, так как не вижу целесообразности. Либо цена того не стоит, либо фарм очень долгий, либо фарм носит бессистемный характер, и расчеты вести просто невозможно. Поговорим о скульптурах. Одни вы будете получать на вылазке. И поверьте, радости приносить они вам не будут. Другие находить на миссиях случайным образом. Можно, конечно, еще рассказать, что они выпадают как награда на арбитраже. Но арбитраж мы будем разбирать позже. Новичкам продавать я бы их не рекомендовал. Выгоднее, на мой взгляд, преобразовывать в энда и улучшать моды. И вот эти самые моды уже продавать. Расчетов тут не будет, ввиду бессистемности фарма скульптур без арбитража. Но зато поговорим о фарме энда без скульптур. Обычно его фармят на арене Гренир на сей дне. Для малоопытного игрока эта арена может оказаться слишком сложной. Да и в одну морду там делать нечего. Лучший результат, который мы достигли группой, был 740 энда за 2 минуты 50 секунд. Это примерно 14700 энда в час, если фармить арену без перерывов. Возьмем цены на какой-нибудь мод типа потока прайм. Разница между пустышкой и фулл модом около 100, судя по маркету. Для набора энда нам потребуется примерно 3 часа. Каждый час принесет нам около 33 платины дополнительно. Но не следует забывать о некоторых тратах, которые придется сделать. Например, улучшение модов станет в 2 миллиона кредитов, которые тоже придется добыть. Не говоря уже о том, что и сам мод придется откуда-то достать. Проблему идеальных условий тоже никто не отменял. В реалиях непрерывный фарм маловероятен. Ну конечно, если у вас не пати из киборгов. А тактику быстрого прохождения придется еще отработать. Возможно, когда-нибудь я даже запишу видео по быстрому фарму этой арены. А ваши комментарии могут очень сильно на это повлиять. Следует отметить, что сейчас есть улучшенная версия арены для фарма энда. На стальном пути шанс выпадения модов сейчас больше на 100%. А на энда он влияет. Да, арена и так не сказка. На стальном пути она может вообще превратиться в ад. Поэтому это уже явно не для новичков. Но когда я впервые увидел там цифры, я аж поперхнулся. 3000 энда за 3 минуты. И это не самый лучший результат. Это получить фулл мод за 40 минут. Как вам? 100 платины за 40 минут. Или примерно 150 в час. К сожалению, потом мне рассказали правду. У моего сопартийца был куплен буст на шанс выпадения модов. Он продавался в Теннокон Релео Бара. Процесс смертный, конечно, тоже могут дождаться, когда Бара привезет им такой буст, и даже закупится им на полгода, если скопят много дукатов. Так что делим наш результат пополам. И получится около 75 платины в час. Ну, в идеале, конечно же. С учетом всех бед, чуть больше 40, что тоже весьма неплохо. В следующем видео я расскажу о пассивных методах фарма предметов для продажи. Допрошу селекционера котовода. Расскажу о добыче кораблей. И займусь добычей драгоценностей. Надеюсь, мой материал вам поможет. Пишите в комментариях о модах, которые я не учел. И о вашем опыте в этих вопросах. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если очень понравилось, подписывайтесь. Ну и заглядывайте на канал, где мы весело проводим время в разных играх.